Всем привет! С вами Камила. И сегодня будет видео про... Пустые баночки. Вот. Тут у меня, как обычно, показывают здоровое овосько. Поехали! Первое, что мне попалось под руку, это мыло жидкое от компании Fate & Nature. Кстати, мне понравилось. В принципе, сушило кожу чуть меньше, чем обычное мыло. В общем, никаких нареканий. Сухие шампуни. Как обычно, Batiste. Это Batiste Volume. Я его использую не для того, чтобы делать волосы более чистыми, а для того, чтобы придать волосам объём. Использую всё время. Это уже, я не знаю, какая-то нацестая, наверное, бутылка подряд. В общем, очень нравится. Очень всем советую. Следующий. Это сухой шампунь от компании Got2B. Fresh It Up. И это шампунь был для тёмных волос. Он интересно пах какао, но он достаточно тёмный. В принципе, эффект от него вроде был ничего, но у него этот порошок настолько тёмный, с таким очень как будто зеленоватым, во всяком случае, на фоне моих волос оттенком. И проблема такая, что в течение дня я, очевидно, как-то трогаю свой волос, трогаю свою голову. В общем, в итоге у меня просто все ногти выглядят чёрными. Так что это печалька, поэтому буду искать скорее какой-то шампунь, который может быть белый, но не оставляет белых следов на волосах. С этим как-то у меня, ну, так себе сложились отношения. Здесь у меня две упаковки оттеночного бальзама от итальянской конторы Artega, My Color Reflex, синий и фиолетовый. Я ими активнее пользовалась, когда у меня были более фиолетовые. Сейчас они более такие вишневые волосы. Но последний раз сегодня я вот допользовала вот этот фиолетовый. И, в принципе, мне они очень нравятся. Мне кажется, стоят они как-то около от 8 до 9 евро. Упаковка хватает, и, в принципе, достаточно надолго я ими примерно смотрю, как у меня вымывается цвет. Чаще всего раз, может быть, две недели, раз в неделю просто наношу на 15 минут, и волосы с ним блестяще хорошо выглядят. И плюс он закрашивает также, если у вас отрастают корни, и они отличаются оттенком, то он тоже прокрашивает и свои волосы. Так что вот эти советую. Если что, покупала их в магазине Freezer Service на улице Bauskas. Закончилась у меня здоровая банка масла от The Body Shop. Не масла, а крема для тела. С японской камели просто шикарно был. Просто шикарно пах. Очень мне нравился. Не знаю как-то насчет сразу или не сразу, но думаю, когда-нибудь обязательно повторю, потому что пах, он просто божественный. И, кстати, в отличие от обычных масел Body Shop, он не оставляет такого именно вот как жирного такого осадка. И в следующий раз, когда я иду в душ, я не чувствую никакого там масла на теле. Так что вот это мне на самом деле очень понравилось. Использовала патчи под глаза. Они у меня какое-то время поболтались в ванной, поэтому так не очень выглядят. От Misha Firming Gel Eye Patch. И, кстати, интересно, они вот тут пролежали в этой упаковке, высохли, и вот как они, на самом деле, какие габариты, когда они высохнут. Но вот эти патчи очень хорошо работали. Очень, да, хорошо увлажняли кожу вокруг глаз. Как-то, по-моему, делали чуть светлее, такой более упругой. В общем, эти штучки мне очень понравились. Советую. Закончился у меня дезодорант от латвейской компании Madra. Это не антиперспирант, это именно дезодорант с роликом. Он был с ароматом пионов. Я не могу сказать, что он пах именно пионами, но вот из вот этой же серии мне очень понравился такой зеленый дезодорант. Я не помню, как он назывался точно, но, в общем, из вот этой же серии зеленый дезодорант. Очень классный, мне очень нравится, регулярно пользуюсь. Закончилась умывалка от Кристина. Biofit Mild Facial Cleanser. 250 мл. Очень большая, честно говоря. Ей больше как-то пользовалась там муж, чем я. Но, в целом, в принципе, умывалка пенящаяся. Мне кажется, что сушила чуть меньше, чем стандартные пенящиеся умывалки. Но, как бы, пенящаяся умывалка и пенящаяся умывалка ничего особенного. Закончился крем от... Не крем, а закончился Fleet от Vichy Slow Age. Очень мне понравился. Думаю, когда-нибудь обязательно повторю. У него SPF 25, но такая довольно легкая консистенция. Приятный аромат. Очень понравилось, как он ведет себя на коже. Так что, вот, да, всем советую. Очень классный. Закончилась маска... Thermalogica Gentle Cream Exfoliant. Всегда есть у меня в запасе. У меня уже есть новая. Очень мне нравится. Очень хорошо отшелушивает кожу. Кожа с ней выглядит светлее. Меньше гораздо черных точек с ней появляется. Так что, очень-очень-очень совет. Очень классная. Очень мне понравился. Был такая миниатюра, наверное, крема от Artemis. 20 мл Moisturizing Face Cream для нормальной и сухой кожи. У него очень приятная была легкая консистенция. Такая легкая свежая отдушка. Хорошо увлажнял кожу. Как бы никаких нареканий. Думаю, для нормальной или такой суховатой кожи очень-очень классная. И закончился, вернее, как бы не закончился, а испортился. Начал вонять у меня бальзам от Kiehl's. Это стандартный у них Lip Balm. Lip Balm. И он такой, я думаю, те, кто пробовали, знают, что он очень похож на вазелин. В принципе, у него в составе, по-моему, вазелин и сквален, главные компоненты. Он очень хорош, если у вас губы такие, знаете, просто вот уже потрескались и разваливаются. Уже просто когда печаль-печаль. Тогда он очень хороший. В принципе, если губы в хорошем состоянии, я не вижу особого смысла его использовать. Потому что он именно за счет вазелина как бы не то чтобы увлажняет, а вот он именно смягчает губы. Если они у вас сухие, потрескавшиеся, испорченные, то вот, в принципе, это, да, классная штучка. Советую. И дальше тут у меня осталась декоративка. И начну я, наверное, с румяна. Это были румяна от Chanel. Оттенок у меня был 30-й. Tweed Rose. Как вы можете видеть, использовала просто-просто вот. Дальше уже нечего совершенно использовать. Но мне очень-очень понравились. И у меня уже есть новый, другой немного оттенок. Но, да, эти очень советую. Очень классные. Если есть возможность, то нужно обязательно попробовать. Тут у меня две туши. Это L'Oreal Paradise Ecstatic. У нее была такая... Опа! Достаточно большая кисточка. И она содержит касторовое масло. За счет этого она довольно густая. И, как мне показалось, она, в принципе, засохла быстрее, чем обычные туши. Но вообще на глазах эффект от нее классный. Такие действительно жирные, очень объемные ресницы. Если вам нравится такой эффект, то из бюджетных туши это очень хорошее. И вторая тушь у меня от MAC. Мне кажется, я ее как-то показывала в новинках. У нее такая интересная силиконовая щеточка, которая вот в нормальном состоянии. Она такая. А можно здесь... Так. Можно ее вот так повернуть. И она... Опа! Вот так вот эротичненько закручивается. Этот эффект достаточно интересный. Но сама тушь мне, честно говоря, показалась особо никакой. Никакого такого эффекта. Ни объема, ни какого-то удлинения она не делает. Ну, в целом ничего. Но как-то... Не могу сказать, что особо меня впечатлило. Очень мне понравился карандаш для бровей от NYX. Вот в такой интересной упаковке у нее. Как срезанный тут кончик. У меня был оттенок Ash Brown. У него с одной стороны вот такая кисточка. Я где-то показывала его в новинках. Я положу видео вообще про все продукты, которые когда-либо показывала в новинках. Я думаю, я поставлю где-то ссылочки. И вот, да. Можно видеть, совершенно закончилось. Мне бы хотелось, чтобы у него вот этот вот грифель был чуть-чуть потоньше. Но вообще он очень классный. Хорошо держится в течение дня. У нее достаточно широкая линейка оттенков. Так что, да. Мне понравился. И последняя здесь у меня замученная упаковка. Это L'Oreal Brow Artist Plumper, мне кажется, она называлась. Это тушь для бровей с вот такой щеточкой. Очень удобная. Хорошо и подкрашивает брови, и хорошо их фиксирует. Так что мне очень-очень понравилось. И вот и все. Моя оська пустая. Я надеюсь, что вам было интересно вместе со мной. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok